Здравствуйте! Это очередной выпуск программы «Гость студии» на канале НТМ. И мы продолжаем интереснейший разговор с саранскими путешественниками Еленой и Виктором Коваленко. — Отношения, которые завязываются в этих турах, они могут продолжаться? И нужно ли вообще продолжать эти отношения? Как вот к этому относитесь? — Ну как? В принципе, это просто дружеские отношения. Люди тоже ведь разные. Кто-то идет на длительный контакт, кто-то, как говорится, не идет. — Как правило, нас все со всеми дружим до сих пор. — В Индии до сих пор поздравляем друг друга. — Очень интересная семья Гесхаусу. — Где Кочи? Кочи. Это штат Керрилла. Это юго-западный штат. Самый такой более цивильный, продвинутый штат. Ну там очень хорошая семья. Даже в последний вечер, когда мы были, они презентовали нам это за свой счет. Говорят, бесплатный ужин. — Но это тоже типично для людей, которым в гости вы приезжаете, скажем так? — Не всегда. — Не всегда. Есть по-разному. Есть по-разному. Вот соседний из Керрилла штат Тамил-Надо, там они все углюмы вот такие. Вы вообще не взглянешь на них, сразу настроение падает. — Нет, я так считаю, что все равно бизнес бизнесом, но они располагают к себе, потому что это больше будет привлекать клиентов. То есть вот эта вот доброжелательность, это часть вот этого сервиса, наверное. — Они тоже, да, чувствуют, что это, как говорится, на раскрутки влияет. — Я не случайно задаю вам эти вопросы, потому что, ну, вы прекрасно знаете, что сегодня в республике много идет разговоров о том, чтобы возрождать, развивать бизнес направление. С вашей точки зрения, у нас ментальность местная готова к тому, чтобы принимать людей? — Надо обучать все равно население, ну, вот кто заниматься будет этим бизнесом, чаще посылать за границу, чтобы они смотрели, потому что мы тоже не знали, как там живут. Вот, когда мы здесь живем, мы не знаем, как там, и думаем, что там тоже плохо или хорошо. В общем, нужно самим все смотреть, и после этого все это вот развивать у себя или даже улучшать. — В Архизе красивейшие места. Остановились в кемпинге с палаткой на берегу реки, шикарно, все это самое. В туалеты не войдешь. — Душ платный. — Душ платный. Договорились, это самое на... — Плюс очередь душ. — На УАЗик, да вы говорили, на УАЗик, на следующий день поехать, это на водопады. Поехали на водопады. Ну, там, мы привыкли, мы поехали, мы платим деньги, все, водитель ждет, и сколько мы не ходим, сколько мы не ходим. И так во всех странах. Мы пока-пока дели, на 10 минут позже пришли, чем он хотел. Он на нас налетел, начал хамить. Как детей это ругал. — Как детей начал ругать. Мне-то, слава богу, я не ребенок. — Ну да. — Причем ехали, я такой еще хороший, я бы мог вас так провокатать. — И оставить там. — И оставить там. — Ну, в общем, и спорсов. — Да. Кроме того, еще напоследок, она еще и отравилась в кафе. Вот наш сервис. — А, вот еще хочу сказать, вот в Индии мы были с внуком семилетним. Мы там нигде не отравились. Никогда. Ну, грязь там, шоу. — Да, вот несмотря на весь этот хаос, который обычно ассоциируется. — На туристическом форуме Винского, есть такой форум Винского туристический, там кто-то даже написал, тот, кто проехал Индию, тот может пить воду с лужи. — Да, да. — Убедились? — Когда мы готовились к мямне, это тоже странно. Страна такая мямная, бывшая Бирма. И вот там отзывы было написано, ну, в мяме страшно, не страшно, грязно, негрязно. Те, кто прошел Индию, может пить там из лужи. — К тому, говорят, что у нас тоже деньги не зарабатывают, а делают. Вот что? Вот когда это прекрасно начнут зарабатывать, вот тогда будет тоже бизнес у нас развед. — Нет, есть и прекрасные места, вот мы дружим с нашими хозяевами, так сказать, в Тамане, где мы иногда любим возвращаться в нашу вот эту советскую среду. — Именно из-за людей. — Именно мы туда едем, потому что места как бы, ну, там нет развлекалок, ничего нету. Вот, мы едем из-за них. — Чисто из-за людей? — Периодически мы к ним возвращаемся. Не всегда, но вот чисто из-за людей мы едем к ним. — Вот буквально в WhatsApp 2 дня назад общался с ними. — Вот у них не бизнес, у них вот как раз вот этот вот сервис. Они за деньгами не гонятся, это вот прям однозначно. — Да, то есть тоже люди, занимающиеся гостиницей, то есть они привечают людей. — Ну, они тоже не с Тамане, они с Оренбурга где-то родом, они… — Ну, они давно переехали. — Два примера. — Замечательные хозяева у нас были в Ирландии. — А, вот Ирландия — это не Европа. — Отличнейшая. Ирландия по менталитету — это не Европа. — Это Ирландия. — Такие семейные, веселые, очень веселые, заводные, дружественные люди, доброжелательные. — Тоже не из-за бизнеса. — До сих пор тоже переписываемся. — Замечательно. — И еще, вот в Ирландию поехал бы. — И в Ирландию. — В Сербии вот поехал бы. Ну, в Черногорию. — А, в Черногории мы дружим. — В Черногории, да, дружим с тем. И в два раза мы там… Вот в Черногории было два раза. В одно и то же место вот с одним хозяевом мы дружим. — Ну, вот видите, даже и в Европе есть хорошие места. — Замечательно. — Но Черногория тоже особо какая-то. — Мы когда в 2013 году вот ездили первый раз. — В 2012. — В 2012. Тогда он вообще, это самое, пошли там, как говорится, место жительства оформлять там, типа приписки местные. И вот мы с ним шли. — Регистрация должна быть. — Он на коляске, он инвалид. И он так подъехал к киоску одному вот. Вот наши русские братья приехали. С такой гордостью. — Ну, русских любят там, да. — Ну, я в развитии этой темы не могу вас не попросить рассказать о том, как вы принимали у себя семью из Новой Зеландии. — Мы путешествовали на машине по Грузии и Армении. И в Грузии встретили семью пожилых. Ну, как им было по 65 лет, то я всегда, когда встречаю таких людей в возрасте, я всегда удивляюсь. А вот всегда расспрашиваю, откуда они, сколько им. Вот что, восхищаюсь их путешествиями. И они сказали, что с Новой Зеландией. Я даже не поверила, потому что это была Грузия. Потому что они были на машине с Новой Зеландии. — Где Новой Зеландия? — Я говорю, вы на машине с Новой Зеландии? — Да. Ну, мы расспросили, как они... Они ехали с Новой Зеландии к своим детям в Лондон, начиная с мая месяца. Сами они, начиная с Китая, потому что переехали в Китай на самолете, перелетели, а машину — паромом. И с Китая начали свое путешествие. Ну, вот мы встретили их в Грузии, восхитились ими. До свидания сказали. Каждый поехал по своим маршрутам. И вдруг мы едем по Армении, тоже их встречаем. — Догоняем. — Догоняем на машине, бибикаем. Они тоже обрадовались, остановились. Тут уже как бы путешественники — это особая каста. Мы еще больше разговаривали, даже отъехали в сторону, накрыли поляну. Это в нашем понимании. Так очень хорошо. С нами была моя дочь, внук. То есть мы с семьей, и они вдвоем. — Пригласили и пригласили. — Пригласили и пригласили. — По трассе Дону, вот этот, на Москву. Ну, а поехали через Волгоград. — Сентябрь, они уже, так как мы думали, уже подъезжают к Москве. Ну, даже, дай подумал, ну, слава богу, что не приехали. Потому что как их принимать? У меня же сказали, как у хозяйки, надо все приготовить. И это тоже напряжение. — Конечно. — И я сижу на работе. — Ну да, она сидит на работе, я дома, вдруг звонок. Это вас беспокоит с сити-парка, с турагентства. — Здесь, в Саранске. — Да. — Здесь к вам какие-то англичане приехали, вот, просили позвонить по этому телефону. Вы сможете к нам приехать? Ну, я говорю, ну, да, ну, полчаса сейчас мы, это самое, как говорится, найти такси. — У них машина, как караван с прицепом. Поэтому по городу перемещаться тяжело. Они хотели всего одно-две ночи, но им очень понравился наш город. То есть мы пошли по городу как чисто, кто вас убирает, когда успевают. Очень понравился город. — Очень удивлялись чистоте города. — Да. Потом мы повезли их в нашу деревеньку. А у нас там тоже заточено так, что как все в Советском Союзе. Все на улице. Да, вода тоже из ведерка. — Я когда строил, то задавался одним единственным принципом. Чтобы ничто не напоминало городскую квартиру. — Ну и, конечно же, баня. — Ни обоев, ничего. Чистый деревянный сруб, обшитый дерево. — Вот, и деревянская такая баня. Вот, мы решили их познакомить с баней. — Даже печку в бане не такую, как вот эту делает вот сейчас финский и так дальше. А именно каминного типа в печи, как мы, местное население. — То есть, нужно ее разогревать. — Ну, в давнее время. — Не почерпно. — Не почерпно. — Не почерпно. — Ну, камин. — Ну, долго разогревать. Она с характером баня. — Но зато держит тепло сутки. — Им понравилось в этой бане. То есть они, так же, как мы паримся, обливание холодной. И они тоже начали. — Сначала стеснялись, а потом ведро на себя, холодной воды. Это в сентябре было. — И они еще раз решили продлить, остались на две ночи. Так им понравилось у нас. — Они англичане. — Они англичане. — Да, они скоройчестные. — Это вид на жительство там как-то вот сделали. Говорят, мы добивались этого. Они 15 лет там живут только. А так они англичане. В Лондоне у них дети живут. — Замечательнейшие люди. Это я говорю как раз об исключениях. — Да, и они в благодарность тому, что вот они у нас жили, общались с ними. Мы вас поведем в ресторан, в кафе. То есть сами предложили. — И это нетипично, как я понимаю, такое гостеприимство со стороны европейцев. — Причем я предложил еще оплатить ресторан фифты-фифты, от чего они отказались. — Все оплатили. — Это очень приятно. — Да, очень приятно. — Добрались они благополучно. — Благополучно. — Воспоминания. И сейчас отношения по-прежнему подвязываются. — Да, иногда пишут, куда поехали путешествовать, что устроили снова на работу. Они потом вернулись. Они все продали там сначала, а сейчас новый дом построили. И вот у меня есть мечта к ним приехать. — А так-то где-то до Англии, где-то порядка 23 тысячи запланировано было. — Я надеюсь, вы не планируете повторить их маршрут так же. — Я бы повторила. — А вы, Виктор Васильевич, я бы повторила. — Нет, это слишком много визы, паромов и так дальше. Поэтому мы обычно прилетаем, ранее договариваемся о аренде автомобиля или с водителем, или без водителя. — Ну, это тоже выполнимо. — Потому что разные ситуации. Например, в Камбодже там иностранцам запрещено водить машину по иностранным правам. — То есть нельзя взять в аренду? — Поэтому пришлось брать машину. На Мадагаскаре брали, потому что там очень экзотические дороги. Там вброд пересекали реки. — Ну, там дорог как таковых нету. — Сам, за рулем? — Нет-нет-нет, это с водителями. — Поэтому я говорю, в Мадагаскаре с водителями. — Там дорога такая вот среди песка. — Там он сцеплением песка, там его толкали местные пацаны такой командой, выталкивали. — А, очень интересный момент. Сожлось сцепление? — Как раз мы в Мадагаскаре. — В Мадагаскаре, да, по песку, где сожлись сцепление. А там населенность как бы есть, но деревня находит друг от друга 5-3-4 километра, и нет людей. Но люди ходят из деревни в деревню. И тут шли люди, вот, и он попросил их эту машину толкать. Я села за руль, потому что даже сидя за рулем, нужно эту машину выравнивать, там вот такая дорога. И они ее 3 километра до следующей деревни толкали. Витя за ним не успевал. — Прикольно. Я сначала хотел тоже помочь толкать, но они так быстро ее толкали, что я отстал. — И нас потом... Он говорит, я буду ремонтировать машину. Нас пересадил какая-то мим, слава богу, шла машина. — А, телекоммуникационщики оборудование везли. — Вот. И довез нам до того места, где мы должны были одну ночь ночевать, а получилось две. За что мы благодарны. Место оказалось шикарным. То есть мы там были одни. — В поисках именно таких приключений вы и совершаете свои поездки. — Да, да. — В любую страну, куда бы мы ни ехали, я всегда маршрут, обязательным планом, пунктом выбираю хоть одну дорогу, по которой никто не ездит. — И не повторять, что в дороге. То есть либо по кольцу проехать страну, либо как-то так. — Да, да. Главное, чтобы не повторять дороги по одной и той же. И причем это многие места есть такие, которые даже где мы брали водителя с машиной, водитель в этих местах не бывал. — А, получается, мы многих водителя научили? — Мы многим водителям показали точки, которых они никогда не были. — Например, Филиппины. Мы были на Филиппинах. — Наш все туристическое ведомство полным составом надо отправить в Филиппины. Вот там внутренний туризм по полной. Они ездят массово. У них везде обустроено массовый внутренний туризм. У них мы прямо удивились. Там и иностранцев много. Особенно вот Корея, вот Китай. Но то, что основная масса туристов 90% — это филиппинцы. — Надо же. — У них все места обустроены. У них все сделано. Например, на ту же пенотубу поднимались на вулкан, который рванул в 1991 году и накрыл две американские базы. — По вулканам? — Насовсем накрыл. Там пепельное извержение было где-то, но не меньше 20-30 метров высотой. Вот такой канал прорыл. — Я надеюсь, вы не в это время там были? — Нет. Мы не в 1991 году. — 19-й год. 19-й. — Столпеплова поднимался на высоту 34 километра. Это самое крупное извержение прошлого века. — И на этом тоже сделан туристический акцент? — Да. Да, очень хорошо сделан. — Там деревушка, там это самое, гостиниц полно. Проблем для туристов там не было. То есть, когда я бронировал эту гостиницу, там сразу оговаривал, нам нужна машина для поездки на пенотубу. Но там где-то 40-50 минут идешь по камням. — Сначала на машине они доводят за определенное время. — А потом столько же идешь пешком. — Да, то есть там туристический такой маршрут интересный. — Вот туда и надо ехать учиться. Вот реально там, реально построен нормальный туризм. Он не такой, как вылезанный, как в Европе, чтобы каждая ступенька к какому-то горке была асфальтирована. Нет такого. Но, тем не менее, все подготовлено, все сделано. Дорожки чистые, ухоженные. Где нужно, там есть лесенки. — И главное, очень внимательные люди. — Да, все равно они внимательные очень. Девиз «Слабоумие» и «Отвага». Это действительно девиз ваших путешествий? — Это девиз я услышала в «Орел и решке». Один ведущий, Антон Зайцев. Я тоже очень люблю его приключения. И я подумала, это же наш девиз. А ты синоним-то. А, ну, я скажу вот точно, что этот девиз подходит для путешествий во время пандемии. Как никогда. — Нет, ну даже внука взять в Индию, семилетнего внука, поехать в Индию, это тоже слабоумие. А вернуться оттуда отвага. — Есть это, похожие выражения. И у нас, например, пословица. Волка боятся в лес не ходить. — Мы готовим путешествия по 3-4 месяца. Это большая работа. — Какой-то порыв. Полистали сайты, посмотрели отзывы и сказали «поехали». — Денег есть? Поехали. То есть это все равно серьезная, продуманная работа, основанная на стремлении. — Да. Воплощение — это идея. Это очень большая работа. — То, что в реалии воплощается в 2-3 недели, готовится как минимум 2-3 месяца. — Ну, вот в чем подготовка? В продуманности маршрута, формировании бюджета, мы об этом уже говорили. Или есть какие-то вообще свои находки, фенечки, уже наработки, что называется, с годами возникшие. На которые вы всегда ориентируетесь. Что вот важно, в чем состоит из таких планов? — Ну, для начала мы там смотрим фильмы, например, по этой теме, куда собрались ехать. Когда мы начинаем, мы страну практически не знаем. Знаем, что есть такая сторона, находится там-то, там-то, столица такая-такая. И там есть, например, как на имени пустыня Намиб. — Ну, все мы учили географию в школе. — Да. — Ну, дальше начинаю я изучать интернет. В первую очередь смотрю топ-10, топ-20 достопримечательностей страны. Но это в обычном такие заезженные места. Дальше смотрю, например, ЮНЕСКО сайт. Какие объекты ЮНЕСКО в этой стране есть? Что стоит посмотреть. Причем эти все места я в Google Map на компьютере ставлю точки. Потом читаю отзывы по данной тематике. Ну, в основном, это не TripAdvisor, это наш сайт Винского. — И другие форумы. — Ну, и другие форумы тоже. И там уже кто-то там, например, собирается ехать в эту страну, спрашивает совета по этому маршруту, что посмотреть. Там много таких подсказок. Подсказок, что стоит смотреть, а что вообще можно объехать мимо, несмотря на то, что раскрученные. И эти все ставлю точки на карты. И этих точек получается очень много. Но эти точки в основном, все равно, среднестатистическое, как теория вероятности, кто изучал, выбирается путь, вырисовывается. И вот начинаешь рисовать путь. — Маршрут. — Маршрут, который проходит по большинстве из этих точек. Или по самым значимым затрагивает точкам. После этого, начиная на тот же Google Map, как планировать маршруты. Есть там Google карты и так далее, персональные, где можно маршрут проложить. И начинаешь накидывать. Ага, в этот день туда доехать, в этот день туда поехать, посмотреть, посмотреть. После этого, начиная, когда вот так примерно составил, начинаю верстать табличку ITNR, маршрут. Вот да, с этой карты переношу места, маршрут, километраж. И там же ориентировочное время прохождения данного маршрута. Плюс процентов 20 накидывая, ну на всякие непредимения, но стал полюбоваться, но пошел покушал. Поэтому времени больше надо. И смотрю, так, чтобы вписывалось день, в этот маршрут вписывался по дням. То есть, чтобы мы доехали до ночелки. Вот ездили до Намибии, там темнело уже в 6 часов вечера. До 6 вечера необходимо быть уже вместе. Воротки в сайте. Потому что, например, в темное время суток РНТК уже запрещает водить машину из-за того, что на дороге выскакивают дикие звери. И можно попасть это и на антилопу, или еще на кого-нибудь. Поэтому тоже планируют, чтобы там за полчаса, по крайней мере, до прихода темноты подъехать. Поэтому по каждому дню, по каждому месту проставляю время восхода солнца, время заката солнца. Время, когда мы должны выехать с гостиницы, с палатки или еще чего-то. Когда мы должны быть там. Сколько времени примерно нам на этот сайт нужен, или на еду, или на еще чего-то. И в конце концов складывается вот такой маршрут. По каждому пункту, где мы собираемся посетить, я ищу информацию в интернете. Или их родные сайты, если это нацпарки. Или еще чего. То есть режим работы. А то приедешь к закрытым воротам. Сколько стоят входные билеты? Сколько стоит проезд машины? И так дальше. Где находятся, например, кемп-сайты, если в этом, например, в национальной парке, где находится нацпарк, то есть это кемп-сайты, где остановиться на ночь. Как нужно резервировать за годе? Или можно на месте? Если на месте в самом кемп-сайте, или при въезде в ворота? То есть таких вот очень много нюансов. Описание все. Что стоит делать, что не стоит делать. Сравниваешь еще по стоимости, например, сафари речной, а там делают штук пять компаний разных. Какие получше отзывы, какие похуже, какие подешевле, какие подороже. То есть мы, например, это в Намибии были, в Валресбее есть такой город. Там брали достаточно дорогую экскурсию, но об этом абсолютно не пожалели, потому что это стоило того денег. Это включало и морской сафари, и джиппинг по дюнам. Но зато он нашел фирму, которая более-менее хорошо организует дешевле. Я нашел фирму, которая заранее. Там их много оказалось потом. За раза в полтора дешевле, чем в соседние. Да, позвонили по телефону, договорились. Да, так на следующее утро проехали. В общем, спасибо интернету и знанию английского языка. Я хотел только добавить, что когда он составит этот маршрут, мы с ним обсуждаем, это тоже большая работа, это целый день. Это очень важно. Очень важно, да. И свои коррективы какие-то тоже в этом обсуждении вносятся. Если, например, с рентекарами, то у меня вот такие переписки с ними. Да, он переписывается. Потому что там все до мелочей, сколько стоит, где машину. Мы не только в рентекарах берем. Я, например, большинство путешественников берут в этих международных рентекарах. Я предпочитаю все равно брать у местных. Местные. Местные, во-первых, дешевле. И с ними можно договариваться. Но здесь тоже надо четко прорабатывать вопрос по отзывам и так дальше, потому что можно нарываться. В Филиппинах я нарывал с частным водителем. Все, уже все договорено, деньги и все прочее. Он говорит, давай пересылай аванс. Мы, когда с 7 января должны вылетать, я ему переслал там аванс. Всегда боюсь эти вещи, потому что, ну, люди разные были. Конечно, конечно. Чтобы не кинули. Но никогда не кидали. Никогда не кидали. Слава Богу. Потому что думаешь о людях сначала хуже, они оказываются лучше. А это нарвался на одного подлеца. Он аванс взял, а 4 января за 3 дня до вылета сказал, я уезжаю к тете, я не могу это воссвести. Придумал что-то там. Да, придумал. Говорю, ищи срочную подмену себе. Никто не соглашается за такие деньги. Видно, авантюрист он. Ну, мне удалось за 2 дня найти другого водителя. Вот и здесь, я хочу сказать, что они делают все к лучшему. Мико такой замечательный парень был. Мы нашли хорошего водителя. Да. То есть нам нужно было вернуть деньги. То есть мы водителя уже нашли. Деньги вернули. А он и тут нам говорил, что что-то это нельзя. Вот верну, верну. Может потом, потом. Как-то вот уходил. Мы поняли, что он не хочет возвращать. Ну, Мико еще удивлялся. Ну, давай, это самое, его сейчас домой подъедем, вернем. Я говорю, у меня замечательная поездка в замечательной стране. Я не хочу сечать, спортить себе отдых и настроение. Конечно. Я потом с ним разберусь. Потом Вить с ним разобрался. Я разбирался с ним полтора месяца. Я мочил его во всех точках интернета, вплоть до TripAdvisor. Он потом... Я его мочил на четырех туристических сайтах самой Филиппины. То есть отзывами вот нехорошими о нем, что он обманщик. На меня выходили люди, которых он обманывал. Да, выяснилось. И которые потеряли тоже деньги. Я его достал до такой степени, что он сам предложил мне вернуть деньги. Да, он деньги вернул. Он вернул мне деньги. И говорю, запомни, репутация делается годами, а потерять ее можно в одно мгновение. Даже научили. Да, да, да. Ну, я так понимаю, что для вас это уже профессия. Организация отдыха. Это для Вити, да. Особенно для Вити. Я не буду, завершая наш сегодняшний разговор, спрашивать вас о планах. Потому как понятно. Планы есть. Планы есть, не сомневаюсь. Потому что мы планируем уже даже на следующий год. У нас есть задумки через год. У нас и лента уже расписаны. Расписаны лет уже. То есть отказываться, несмотря на все сложности с пандемией, совсем вы не намерены. У нас нет времени. Мы не можем ждать. Да. Года-то считанные уже. Остались. Нам нужно больше посмотреть. Нет, все равно надо больше посмотреть. И мы обычно, еще скажу, путешествиями мы ни разу не болели. Да, то есть путешествия, это не только... Это были экстремальные. Когда поднимались в Осетии на цельский ледник, переходить речку в Брут приходилось по колене. Там вода, как в Устье Ангары, в Байкале. Босиком. Ну, а там по-другому как? По-другому. Разулись? Нет, ну, потом мы уже... Я вступила, я ног уже не чувствовала. Вот такая холодная вода. Вода не то, что это снег там или лед. Это вот на Байкале я руки помыл, я полчаса не мог разогреть их под собой. Вот точно такой же я вот второй раз испытал. И вот она... Внук. И внук. А я за внуком ходила два раза. То есть он там застрял, мне пришлось еще идти. Я ног не чувствовала. Сейчас как Мереси, все. Ног не будет. Ага. Это набугалось. Мы после себя чувствовали гораздо лучше, чем до этого. До этого, да. А, и еще ночь под дождем в палатке. И на утро здоровье. Да. Экстремалы. Спасибо большое. Спасибо, что вы нас пригласили. Мы можем своими впечатлениями делиться на такую широкую аудиторию, потому что нас действительно впечатление переполняет. И я хочу, чтобы люди путешествовали. Да. Лучше деньги тратить на путешествия, чем на лекарства. Да. Вот. На этом и завершим. Это была программа Гой Студии на канале НТМ. Всего вам самого доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова